Начнут круглосуточное дежурство бригады взрывников, которые могут быть задействованы на ледокольных работах на Печоре. Такое решение приняла комиссия администрации Ненецкого округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По словам генерального директора Наринмарского объединенного авиаотряда Валерия Стопчука, два вертолета и экипаж готовы к проведению ледокольных работ на заторах и эвакуации населения из зон возможного подтопления. Главное управление МЧС по Ненецкому округу 17 апреля с целью реагирования на события паводкового периода переведено в режим повышенной готовности. В состав сил и средств, готовых к реагированию на ситуацию с паводком, включены 152 человека и 35 единиц техники, включая 14 плавсредств. По словам начальника объединенной гидрометеостанции Наринмар Веры Волик, ледоход на Печоре движется из Республики Коми в Ненецкий округ на низких уровнях. По данным авиационного облета, голова ледохода сохраняется ниже Леждуга на территории Республики Коми. Река в принципе готова. От Великовисочного до Тошвицки чистая вода и в районе Мархиды затор. И дальше до Ерминс, где-то 12 километров, ледовые крошки, большой затор. Такие результаты на вчера, на сегодня представители соседей Республики Коми провели там один взрыв. И вроде на сегодня по информации, вот с Тошвицки свистки началось движение. Небольшие подъемы сейчас отмечаем по Великовисочному, там сантиметров 15-20 с утра прибыл. До Хонгурея отмечаются закраины и разводе до осколкового ледостав с закраинами. В Коткино-Насуле редкий ледоход, на городецком Широ отмечались подвижки. Севгидромет существенно скорректировал прогноз прихода ледохода в Наринмар. Теперь прохождение ледохода в районе поста городецкий Шар в Наринмаре ожидается 13-15 мая, а не 25-го, как предполагалось ранее.